Импортозамещение в спорте и музыке. Речь о технике и инвентаре, а также музыкальных инструментах. Как выполняется поручение президента, данное полгода назад. Во вторник в Белэкспо собрали выставку того, что уже сделано. Начнем с трех крупных экземпляров. Два из них, ратрак и льдозаливочная машина, разработаны на Минском тракторном заводе. Причем ратраков, это машины для уплотнения снега на трассе, на МТЗ разработали сразу три модели на базе нескольких привычных тракторов. А снегогенератор в компании МИСОМ отделочные машины. Согласно локализации, опытные образцы отечественные примерно наполовину, но вот по цене обещают выгоду до 50%. И здесь все производители получили от Александра Лукашенко задание дорабатывать концепты до серийных образцов и помнить об экономии и отечественной локализации. Но вся эта крупная техника интерес больших компаний, тогда как спортивный инвентарь и инструменты – куда более народный товар. И его президенту презентовали в том числе спортсмены и музыканты – лучшие тестировщики, потому что хорошо знают, что нужно профессионалам и любителям. Моя коллега Наталья Стельмах опробовала отечественные новинки с баянистом Виталием Воронко и лыжником Сергеем Долидовичем. Это история про то, что страсть к спорту у некоторых буквально в крови. Мама 13-летней Даши и 18-летней Оли в прошлом чемпионка по лыжным гонкам среди юниоров. Папа и сегодня легенда – Сергей Долидович, победитель этапа Кубка мира и единственный в истории лыжник, принимавший участие в семи олимпиадах. После Пхенчхана свою карьеру оставил, но продолжил тренировать дочерей. Только что приехали с соревнований из городка, были республиканские соревнования по лыжероллерам и кроссу. Младшие девочки и юноши бегали, четвертое место лучшее у нас. У Ольги было месяц назад соревнования республиканские, тоже четвертое место. Через три дня второй этап у нас в раубочных соревнованиях, точно так же лыжероллер и кросс. Оля учится в БГУ ФК, Даша – гимназистка. Папа подстраивается под график, чтобы дважды в день тренировать обеих. Необходимая экипировка всегда в машине. Сейчас это лыжероллеры с множеством вариантов крепления, специальные ботинки и, конечно, палки. Палки классические, палки коньковые, палки имитационные. До русского производства среди них есть какие-нибудь? Палки, крепления, ботинки? Пока нет. Улыбается Сергей лишь потому, что все необходимое дочкам осталось в наследство от родителей. Тратиться особо не пришлось. А ведь одни ботинки, как у папы, потянут около 500 долларов. Едва ли по карману даже талантливому подростку. Этой проблемой белорусских промышленников президент озадачил не вчера. К примеру, белорусские лыжные ботинки на витебской фабрике «Марка» начали разрабатывать почти полгода назад. На первый взгляд вышло неплохо, но увидеть все нюансы Александру Лукашенко помогала легендарная биатлонистка Елена Зубрилова. Из 20 моделей в итоге похвалы удостоилась лишь флагманская пара. Ну посмотрим, попробуем. Я буду рад только, если они... Ну, пытаемся. Вот начали это дело, я думаю, будем продвигать дальше. А вот крепления для лыжных ботинок в Беларуси делают больше 10 лет. Эту нишу для начинающих спортсменов вполне закрывает одно производство в Молодечно. У нас есть лыжные крепления полужесткое, жесткое и ННН. Это наше школьное крепление, которых я начинал таких. У меня отец бегал. Это жесткие крепления. То есть для профессионального спорта, естественно, нет. Вот эти крепления я вижу уже более приближенные, скажем, к профессиональной деятельности, но... Но только на уровне спортивных школ. Правда, это и есть та цель, что ставили. На этом этапе конкурировать с мировыми гигантами сложно и пока не нужно. Так называемых жестких креплений здесь выпустили уже больше миллиона пар. Но для внутреннего рынка идет чуть больше 10%. Остальное на экспорт в Россию. Наши же лыжники постепенно переобуваются в ботинки посовременнее. А значит, и крепления нужны новые. Решение было по итогам поручения президента. То есть обеспечить школой белорусской именно спортивной такими креплениями. На следующей неделе мы отвезем 2000 пар в Федерации лыжных гонок. Это для детских, юношек и спортивных школ. Какая цена вопроса этого крепления? 10 рублей у нас она стоит. Полностью, да? Полностью, да, пара. Да, полностью, да. Вопрос цены, которая, к слову, в два раза ниже, чем у ближайших конкурентов, во многом ключевой. Оказалось, что сами мы можем делать даже смазку для лыж и всего по 6 рублей комплект. Олимпиаду с таким не выиграешь, а вот для школьников вполне подходящий вариант. Задачи олимпийские стояли перед производителем лыжных палок. Ровинги, это стеклянные нити, из которых и создают те самые сверхпрочные и легкие палки, освоили в Полоцке. В результате инвентарь в 10 раз дешевле, но, увы, не легче аналогов. Ну, для начала, да. Но большие спортсмены не будут брать эти палки. Они тяжеловаты. Надо делать более изящные. Лучше обстоят дела с белорусскими лыжероллерами. Каркас производят в Слуцке, запчасти для оси Ворша, за колеса взялась белшина. Это уже седьмая попытка, и результат, наконец, радует. Правда, оптимизма так и не дождались от основных участников смотра. Те самые телеханы, похоже, останутся легендой. Деревянные лыжи у спортсменов давно негатируются в почете пластик, который на предприятии даже не осваивают. Компромисс дерево-пластик. И представили президенту. Это ты катайся сам на них. Если кто-то у тебя попросит, делайте. Но заказывать мы у тебя эти лыжи силой не будем. Резкая реакция Александра Лукашенко вполне объяснима. Эта встреча с творческой молодежью состоялась полгода назад. Именно здесь президент потребовал создать условия и для начинающих спортсменов, и для талантливых музыкантов. Откровенный разговор оголил проблемой, которая и в качестве, и в наличии инструментов. Точнее, в частом отсутствии таковых. Открываем первый класс, заходим. В каждом кабинете есть инструменты роздых, вытворцов. Немецкие, японские, чешские, голландские, эстонские. Набор инструментов в Молодечнинском музыкальном колледже позавидует консерватория. На чем-то играли и 20 лет назад. А, например, эту новенькую скрипку за 7 тысяч долларов только доставили из Германии. Как так была эта установка оснащена, требовало было працевать много годов. Требово сказать слово подяги нашему минскому облакангаму. Потому что они нас финансовали с поразумением, что молодых людей талановитых требовало учить на выдатных инструментах. Но чтобы такое разнообразие, как в Молодечино, было и в других регионах, хотя бы часть инструментов должна быть из Беларуси. В качестве примера белорусская дуда. На выставке ее представил мастер Александр Сурба. Таких умельцев в стране не больше пяти. Меньше, разве что балалайшников. Речь о создателях инструмента, точнее создателям. Руслан Макаревич родом из Пинска. Там он единственный в стране мастерит балалайки и домры. Всего около десятка в год. Тебе задача. Ты должен найти пару человек-помощников. Можно это? Конечно. Я сделаю. Найди. Мы заплатим. В искусности владения инструментом музыкантам равняться сложно. Но вот сыграть так, чтобы душа развернулась, способен, пожалуй, лишь баян. И это, кстати, белорусский. Живю, живю, в этом доме Галина, а я не как, все туда не найду. Инструмент создают на фабрике зонта. Все там же, в Молодечном. Виталий Воронко – музыкант-виртуоз и частый гость на этом производстве. Его подача на зонте несколько лет назад вместе с акустическими стали создавать и электронные баяны. Первый экземпляр отягощал музыканта дополнительными приборами. Потом модель доработали. Да так, что рукоплескали белорусу и дома, и в Польше, и в Англии, и в Австралии. Ту самую формулу успехов молодечно сложили из сочетания классики и современности. Сначала я включаю синтезатор, потом я отличаю как раз этот Wi-Fi-передатчик. Все, он скоммутировался. То есть, соответственно, звук пошел. Я играю какой-то сольный инструмент, например, электрогитара. Могу добавить еще цимбалы. Баян может заменить нам все инструменты? Ну да, да. И все производство вот в этих кабинетах. Полный цикл. В лучшие времена здесь трудились 40 специалистов. Сегодня вдвое меньше. Заказов уже не 80, меньше 30 в год. Ведь и удовольствие игры на баяне не из дешевых, хоть и зависят от нюансов. Они играют одну и ту же ноту, только с разницей в 5 октав. И от этого стоимость баяна зависит. На сколько она разнится? Ну, может, на 3000 евро разница. Из-за аккорда. Акустический баян из зонта от 1500 до 8000 евро. А электронный прикладно 6,5. Одно из поручений президента – проработать варианты кредитов для таких покупок на особых условиях. Ведь бывает и гитара – роскошь. Хоть и здесь есть отечественные варианты, как и в производстве цимбал. Но есть и нехватка. Расширить производственные возможности и тем и другим помогут. А вот легендарная пианино «Беларусь» казалось уже не спасти. Фабрика в Борисове давно закрылась. Однако возродить старый бренд уже не на госпредприятии хочет частный предприниматель. Эта возможность создавать порядка 70 пианино в год гораздо дешевле инструментов из России или Чехии. Не для концертов, конечно, а опять же для становления будущих звезд. Это все для детей. Чувствую, что настал такой период, если мы его прошлепаем, мы никогда не догоним. Сегодня цимбалы, гитара, скрипка и пианино. Возможно, в будущем кто-то в Беларуси начнет производить и такие редкие фагот, литавры или маримбу. Для талантливых специалистов они это показали. При необходимости это лишь вопрос времени. Куда важнее сохранить преемственность.